Сегодня я хотел поговорить про подстановки Эллера и рассматривать мы будем решение следующего интеграла. Вот интеграл у нас будет дан dx деленный на x плюс корень квадратный из x в квадрате плюс x плюс 1. Причина, по которой я обращаю ваше внимание на подстановки Эллера, стоит в том, что они позволяют избавиться от корня и таким образом свести интегрирование к методу неопределенных коэффициентов в большинстве случаев. И за счет нахождения этих постановок, поскольку они достаточно имеют некоторые общие правила, мы в любом случае избавимся от корня и последующее решение интеграла будет намного проще. И вообще мы получим возможность интеграла как-то либо решать, потому что когда я смотрю на я на такой интеграл, я даже не умею какого-либо представления, как с ним взаимодействовать. Суть постановок Эллера стоит изначально в том факте, что мы должны как-то производить этот вот корень. Так, я буду использовать первую постановку Эллера, и она может быть использована только в случае, когда а равняется больше нуля. А а в нашем случае это, естественно, плюс b и x плюс c, это коэффициент при x, который стоит под корнем. В данном случае под корнем а равняется единица, и поэтому я могу сказать, что этот корень преобразуется к t минус корень из а и x. Это вот общий случай, в итоге в этом видео будет превратиться корень. И я сразу запишу вам уже готовые формулы, потому что обычно они во всех вещах приведены, и используйте постановок Эллера, когда необходимо просто какие-то либо ввести уже преобразования по готовым формулам. Вот. 2t плюс b. Все при этом b, это у нас будет коэффициент при x. Вот, x. Сразу напишем, чему у нас будет равняться x в этом случае. Я просто запишу, чему будет равняться x, dx, и вообще сама величина вот этого корня. Для чего нам практически просто придется подставить все эти величины, выраженные через t, и производить уже непосредственно само интегрирование. Ну что ж, вот x у нас записывается таким образом. Таким образом, это вот первая постановка Эллера рассмотрим, потому что в случае а больше нуля. так, t квадрат будет у нас здесь, c у нас, как вы видите, это единица, вот, c единица, t минус 1, деленную на 2, а это у нас тоже единица на t плюс единица. dx примет следующий вид у нас. 2 корень из а t квадрат. И вот у вас вникает, наверное, вопрос, зачем, что мне делать с этими формами, выводить их или запоминать. Конечно же, вам надо их либо на шпору записать, если вы поедете реализовать экзамен, либо, соответственно, просто использовать ее непосредственно при решении каких-либо своих задач, которые у вас наверняка возникнут при взаимодействии с интегральным вычислением. И этот метод относится, говоря жаргоном, как-то одному из лобовых методов, потому что практически любой интеграл, он сводит к каким-то интегралам с полиномами в какой-либо степени, то есть он, например, позволяет избавиться от корня, но дальнейшее призывание достаточно утомительно, и порой проще подобрать какую-то более неочевидную подстановку. Ну а теперь надо дикс нам записать, вот я общую форму записал, теперь поставляем сюда поскольку A у нас единица, так и пишем, T квадрат, B у нас аналогично тоже единица, плюс T, C у нас единица, и A тоже единица, то есть плюс 1. И когда мы работаем с посоловками, сначала вопрос как раз записать, чем будет x, dx и вот этот корень будет равняться. Ну а снизу у нас будет вот такое же уважение, как указано здесь, то есть 2T плюс 1. 2T плюс 1, то есть в квадрате, dt. Теперь нам необходимо записать, чем может все-таки сам будет этот корень равняться непосредственно. Конечно, можно здесь вместо x, который здесь есть, поставить этот x, но мы делать не будем, я также сразу воспользуюсь готовой формулой. A x в квадрате плюс B x плюс C будет у меня равняться. корень из A, T квадрат, плюс B, T, плюс C, корень из A, деленное все это на 2 корня из A на T, плюс B. И вот это в результате, может быть, записано как вот это вот выражение, сколько вот это мы уже преобразовали, T квадрат плюс T плюс 1, деленное на вот это вот выражение. Видите, вот это выражение одно и то же, 2T плюс 1. И теперь мы что здесь имеем? Мы имеем здесь dx, x и выражение для корня, что для нас больше всего было интересно в нашем случае. Если у нас будет равняться наш корень из x квадрат, плюс x плюс 1. Так. И теперь все, что нам необходимо делать, это брать поочередно все, что здесь выражено, и поставлять вот этот вот интеграл, который у нас здесь указан. Что мы сейчас начнем проделывать? Наш интеграл теперь будет, вид, примет. Теперь сначала я запишу вместо dx вот это вот выражение целиком. Просто сейчас я переписываю интеграл от 2, от T квадрат. Даже вот лучше так вот сделать. Просто вот так вот подставили. Это вместо dx записали. Теперь смотрим, что еще есть. Еще есть x в знаменателе. И в знаменателе выражается следующим образом. 1 на T квадрат минус 1 на 2T плюс 1 плюс корень плюс вот это вот выражение. Плюс вот как раз вот корень, то, что стоял. Плюс T квадрат. Я сейчас как-то перепишу все-таки. Здесь не буду Ctrl-C, Ctrl-V делать. Отделенный на 2T плюс 1. Теперь у вас возникает вопрос, что мы будем делать с этими трехэтажными выражениями? То, чтобы быть более компактным записанным интегралом, а сейчас получилось сказать вообще совершенно нерешаемый. Ответ очень прост. Мы теперь посмотрим, что здесь у нас дано. И начнем ввести некоторые преобразования. Отдельно рассмотрим сначала вот эту вот часть. Вот так вот пишем. T квадрат. А общий измеритель минус 1 плюс T квадрат плюс T плюс 1. Это сокращается. 2T плюс 1 у нас здесь будет. Это у нас будет равняться. Видите? 2T квадрат плюс T деленное на 2T плюс 1. И это в результате просто будет T. То есть вот это все ужасное выражение произошло после T. Поэтому можно писать интеграл в следующем разуме. 2T квадрат плюс T плюс 1 деленное на 2T плюс 1 в квадрате на T на DT. Следующий шаг состоит как раз при увеличении методов неопределённых коэффициентов. Мы теперь должны найти как раз неопределённых коэффициентов эти. Поэтому мы записываем 2T плюс 1 плюс B. Напомню, как он устроен. То есть сначала у нас идёт первая степень, потом вторая, и потом до максимальной идёт. Вот такая вот запись идёт. B2T плюс 1 в квадрате плюс C на T. Записали. Вот. И теперь просто находим теперь A, B и C. Ну что ж, проделываем все шаги внимательно. Вместе со мной. 2T плюс 1 на T. Сейчас, конечно, такой интеграл бы вообще решать даже не стал. Я просто взял бы и вогнал бы в математику. Но, в принципе, изначально, поскольку мы математикой не пользуемся, мы решаем всё достаточно поэтапно и скрупулёзно. Сейчас у нас должно равняться T в квадрате плюс T плюс 1 всё это ещё на 2. Вот у нас. Вот это и здесь у нас. А почему мы так её приравниваем? Мы просто сделаем здесь общий знаменатель, умножаем на 2T плюс 1 и T. Вот здесь я умножаю, чтобы общий знаменатель был такой же, как вот у этой вот дроби. Вот. То, что я сейчас делаю, это имеет отношение к логиброречным призваниям больше степени, чем к каким-либо интегральным призваниям. Теперь мы продолжаем собирать коэффициент у количества степеней T0. Допустим, у единиц. Который констант. Смотрим, здесь T0 нет, нет, нет. Только вот здесь вот есть свободный констант C, который будет равняться просто 2. Теперь собираем коэффициент у T1 степени. Тут у нас будет A плюс B плюс 2C все это у нас должно равняться даже не 2C, а 4C, потому что я тут, наверное, даже раскрою квадратную плюс 2T в квадрате. плюс 4T плюс 1 4C все это равняется 2. И у T в квадрате все это у меня дело. Сейчас я запишу. T в квадрате будет у меня 2A плюс 4C будет все это также равняться 2. Теперь мы нашли один из коэффициентов C, подставляем его в последнее уравнение. Видите, я вот тут собираю коэффициенты. Если я распишу более подробно, чем у 2A, получается, смотрите, 2A T в квадрате. Вот здесь и 2A у нас стоит при степени T квадрата плюс АТ. Я просто беру и пишу. Вот тут T квадрат спиняю 2A. Потом здесь смотрю. Здесь у меня, видите, 4T квадрат. 4, вот это еще на C все умноженное. Да, C. 4 на C. 4C. Вот тут еще 2 будет. 2 на T квадрат. В общем, подставляю C равное 2, получается, А у нас из этого выражения будет равняться по единицам минус 4C минус 4 это будет минус 3. А отсюда вот у нас еще B надо найти. B будет равняться 2 минус 4C минус 8 минус А плюс 3. Это опять-таки будет минус 3. Но это отчего заявленный выше интеграл dT сводится к сумме интегралов. Интеграл от А. Вот у меня А. Здесь А у меня равняется минус 3. Минус 3. 2T плюс 1 dT плюс интеграл от B на 2T плюс 1 в квадрате минус 3 на 2T плюс 1 в квадрате на dT и плюс C на t плюс 2 на t на dT. все это можно пробуждать в следующем виду минус 3 ln 2T плюс 1 я вот произвожу уже интегрирование как вы заметили зеленый на 2 минус 3 вот я степенную функцию интегрирую опять-таки 2 2T плюс 1 и плюс 2 ln t вот модуль t а теперь мы записаем интеграл чем он будет равен и теперь остается дело за небольшим за малым даже просто взять вот эти вот обратные преобразования и вместо допустим t поставить x поэтому нам понадобится еще одно выражение которое связывает t и x а именно корень x в квадрате плюс x плюс 1 плюс корень из а на x плюс x отчего у нас ответ будет записан как натуральный логарифм минус 3 вторых натуральный логарифм 2T плюс 1 от этого выражения от 2 корня вот этих да плюс 2x плюс 1 плюс 3 вторых деленное на единицы на 2t плюс 1 на 2 корня плюс 2x плюс 1 и плюс 2 логарифм от корень плюс x вот и все вот такое выражение здесь и есть ну а здесь конечно x в квадрате плюс x плюс 1 x в квадрате плюс x плюс 1 x в квадрате и так далее вот и все спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...